Программа развития садоводства в Карачаево-Черкесии по закладке мини-садов интенсивного типа набирает обороты. Сегодня 300 подворий по всей республике уже активно участвуют в ней. Только в этом году в селе Чапаевском появилось 6 садов. Как проходит реализация партийных проектов в селе Чапаевском, представители партии «Единая Россия» совместно с кураторами и депутатами Народного собрания республики лично в этом убедились. Александр Коваленко продолжит тему. Жители одного из микрорайонов села Чапаевска сейчас наблюдают за подготовкой территории для детской игровой площадки. Она будет возведена по проекту «Доступная среда» и уже через месяц здесь будет слышен детский смех. Ее расположение выбирали сами сельчане, рассказывает куратором, глава администрации Прикубанского муниципального района Мухаммад Амин Чумаев. Сначала мы спрашиваем само население. Глава администрации очень деятельный здесь. То есть без спроса населения эти площадки мы нигде не ставим. Это новый микрорайон, это был как раз новый микрорайон, где раздали участки. И действительно очень много детей там. Понятно, сейчас школа, все это не видно было. А на самом деле им негде играть там. Один из наиболее значимых партийных проектов для жителей нашей республики – развитие садоводства. На территории Карачаева-Черкесии на сегодняшний день их уже более 300. При Кубанском районе – 30. Для семьи Тибуевых этот вид деятельности новый. Но они вовлечены в работу. Ежедневно ухаживают за каждым деревцем. Осмотрев мини-сад, кураторы остались довольны увиденным. Ухоженный сад. Приятно мне, когда я увидел, что уход есть. Кроме того, что деньги выделяются, их нужно правильно освоить. Кроме того, правильно обслуживать, содержать это все. Вот когда человек душой на земле, когда душой в этой теме, тогда можно ожидать результаты. Это уже для одной семьи хорошее подспорье. Это хороший доход. Также Дагир Смакуев отметил, что желающих заниматься садоводством в нашей республике становится все больше. А значит, надо и планы строить на будущее в поддержку таких подворий. В планах у нас построить плодохранилище, чтобы эти яблоки мы могли хранить. И когда дефицит, скажем, и на рынке, и в торговой сети, чтобы мы могли реализовать, будем этим заниматься. Поделился глава района и приятной новостью членами комиссии. Вода теперь бесперебойно будет подаваться в 140 дворов, расположенных по улице Центральной. С помощью правительства выделили на закуп именно трубы, 150-й трубы, с Чапаевской и в Дружба. Оба поселения по 5 миллионов, на полтора километра. Ну вот сейчас мы можем видеть уже само подключение уже. Население делает, как мы называем, этих приз. Водоканал бесплатно провел трубу. Правительство помогло в закупе материалов. Ну и мы, и население, и администрация уже само подключение за нами. В следующем году работы по прокладке водопровода продолжатся, чтобы надолго закрыть проблему с водоснабжением по улице Центральная. Александра Коваленко, Роберт Джигутанов. Вести Карачаева, Черкесия. Прикубанский район. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова